Добрый вечер, уважаемые телезрители! Мы продолжаем прямые эфиры с кандидатами в вице-президенты страны. Помимо бесплатных эфиров, распределенных Центральной избирательной комиссией, наш канал предоставляет кандидатам дополнительное время. Сегодня эта возможность предоставляется кандидату в вице-президенты Аслану Барциц, представляющего действующую власть и идущего в паре с кандидатом в президенты Раулем Хаджинба. 30-минутный таймер будет запущен после ролика с биографией кандидата. Следите за временем на своих экранах. Барциц Аслан Чачурбеевич родился 22 июня 1965 года в селе Псырсха Гудаутского района. В 1982 году окончил новоафонскую среднюю школу. В том же году поступил в Абхазский государственный университет на историко-юридический факультет. С 1983 по 1985 годы служил в рядах Советской армии в войсках ПВО. В 1989 году окончил Абхазский государственный университет по специальности преподаватель истории и общества знания. С 1989 по 1990 годы работал преподавателем в средней школе села Арджиникидзе Гудаутского района. В 1990 году работал освобожденным секретарем комитета комсомола Убона города Суху. В 1992 году служил в рядах Абхазской гвардии в составе новоафонского отделения. С 1992 по апрель 1993 годы воевал в составе Афонной Шерского батальона. С апреля 1993 по сентябрь того же года был в составе отдела разведки и контрразведки Гумистинского фронта. С 2000 по 2001 годы сотрудник 10 отдела ГСО Республики Абхазия. С 2001 по 2005 годы депутат 4 созыва парламента Народного собрания Республики Абхазия. С 2017 года начальник экспертного управления администрацией президента Республики Абхазия. С 2018 года по сей день председатель Республиканской политической партии Форум Народного единства Абхазии. Женат трое детей. Добрый вечер, Аслан Чичурбеевич. Наш таймер запущен. Если вы готовы, мы можем начать. Добрый вечер. Добрый вечер, уважаемые телезрители. Вы представляете действующего президента и к действующей власти всегда больше вопросов, чем к остальным кандидатам. Ваша команда, когда 5 лет назад пришла к власти, с уверенностью говорила о том, что сможет изменить ситуацию в стране в лучшую сторону в кратчайшие сроки, буквально на второй день. Вы сейчас сами как оцениваете работу, которая была сделана за последние 5 лет? Безусловно, давая оценку тем 5 годам, прошедшим в нашей жизни, надо сказать, что многое было сделано, но еще больше не смогли сделать по разным причинам. На то были объективные и субъективные причины. Например, я считаю, что одним из важных достижений было то, что нынешняя власть смогла выстроить отношения с Российской Федерацией, поднять ее на более высокую, так скажем, планку. Где был заключен договор, договор 2014 года, осенний договор, большой договор, так называемый, с Российской Федерацией. В рамках этого договора у нас сегодня многие взаимоотношения с Российской Федерацией носят поступательный, конструктивный характер, именно опираясь на пункты этого договора. Мы сегодня абсолютно чувствуем себя защищенными, прежде всего, это совместные войсковые подразделения существует. И сегодня можем сказать смело, что в рамках безопасности, например, сделано очень многое. Я считаю, что это очень важно для всех граждан, проживающих в нашей стране. Ну и говоря о том, что еще было важное сделано за эти годы, считаю, что необходимо отметить коренной перелом ситуации в Галвском районе. Почему я заостряю на этом аспекте внимание? По поводу Галвского района я хотела тоже задать вопрос, но прежде вы сказали о положительных изменениях. Но что не удалось вам, какие вопросы, на ваш взгляд, вам решить не удалось? Значит, первое, на что бы я обратил внимание, какие вещи сложно, не удалось сделать так, чтобы было, как это сказать, можно было бы похвалиться или похвастаться. Это вот сложная криминогенная ситуация, это в первую очередь, это вот борьба с распространением наркотиков, это аварии на дорогах. Здесь есть подвижки, естественно, есть подвижки, но они не устраивают ни власть, ни наше общество. Это однозначно, здесь как бы скрывать резона никакого нет. Это самое главное, что бы я отметил. Ну и есть моменты, где, конечно, ответственность того или иного чиновника за принятые решения, вот здесь тоже, на мой взгляд, слабо еще поставлена работа и необходимо сделать много вещей. Но, опять же, мы должны понимать прекрасно, значит, многие вещи, они носят чисто экономический характер, то есть экономическое состояние Абхазии не позволяет так, как хотелось бы сделать реформы необходимые. Потому что любая реформа, любые изменения требуют серьезных экономических вложений. Вот мы понимаем, что ситуация сегодня в Российской Федерации, значит, те санкции, которые объявлены международным сообществом в России, она очень сильно и больно бьет по экономике России, по гражданам Российской Федерации. Кстати, люди, связанные с туристическим бизнесом, они не дадут мне соврать, потому что они прекрасно на себе, на своем бизнесе, как говорится, ощущают возможности российского туриста. И в этом плане, как бы, Абхазия не является таким отдельно взятым островком благополучия и не может быть являться отдельно взятым островком благополучия, потому что мы находимся в рублевой зоне, мы тесно связаны экономическими узами с Российской Федерацией. И если в России плохая экономическая ситуация, на нас это напрямую отражается. И вот в этом плане, конечно же, были некоторые, скажем так, пробуксовки, сбои и так далее. Ну и второй момент. Не могу не вспомнить те большие суммы, которые Абхазия вынуждена платить за кредиты. Это тоже тяжелым временем легло на бюджет страны. И поэтому те определенные ресурсы, скажем так, и без того не очень богатые, они уходили и уходят по сей день на оплату вот этих долгов, на оплату кредитов и так далее и тому подобное. Ну здесь еще один момент я хотел бы добавить. В результате переговоров с российской стороной удалось реструктивировать долги, то есть по времени их растянуть. И это создало определенные возможности для того, чтобы уменьшить нагрузку на бюджет. И вот с помощью этих средств мы попытались решить, ну естественно, не все моменты, не все получилось, как хотелось бы, но сказать и мазать одним цветом все то, что происходило за все эти пять лет, было бы несправедливо. Как в принципе, вы знаете, я скажу такую вещь, у нас, к сожалению, сложилась некая такая, ну можно ее назвать некая традиция плохая, что ли, ругать каждого президента, который был до этого. Но я думаю, нам все вместе надо уходить от этого, потому что ругать это одно, критиковать по сути, по сути проблем и подсказывать пути решения, совместно вырабатывать пути решения. Вот я думаю, это вот задача наших... Вы отношения власти и оппозиции, наверное, имеете в виду, об этом отдельно поговорим, но на мировые экономические процессы, конечно, Абхазия влиять не может, но в стране внутри, вот правопорядок, навести здесь порядок, чтобы закон работал. Вот вопиющий факт, который произошел в МВД убийства заключенного, это шокировало общество. Вот вами, вашей команды, в случае победы, какие шаги будут предприняты, чтобы там навести порядок, раз уж вопрос о правоохранительной системе зашел. Спасибо за вопрос, вопрос нелегкий, вопрос на самом деле вызвал бурное обсуждение в обществе, он и не мог не вызвать такое осуждение. Мы с вами знаем, что общество наше маленькое, и поэтому каждый такой случай, товопиющий случай, безусловно, это должно быть тщательно расследование проведено. Но и все виновные, подчеркиваю, все виновные, все причастные к этой трагедии, они должны понести заслуженное наказание. Кто бы не был, какой бы гражданин не был, какое бы преступление не совершил, но пытки, это вещь неприемлемая в нашем обществе. Хотя, если брать вот международные такие аспекты, да, международную практику, к сожалению, к большому сожалению, это есть во всем мире. Мы знаем вот о секретных тюрьмах, которые ни разу, ни два говорили, но это не оправдание тем, кто сегодня пытается такими незаконными методами. Да, это неприемлемо, абсолютно неприемлемо, ни органам внутренних дел, ни нашему обществу, это должно быть искоренено. Ну, этот факт, он свидетельствует о некоем кризисе, да, в правоохранительной системе. Дальше, на ваш взгляд, что там происходит, почему такой факт? Да, есть кризисный момент, вы хорошо затронули эту тему. Вы знаете, милицию ругают из поклон веков, и кому не лень, все, особенно в предприятии, в предвыборное время, вот поругать милицию, вот кушать не давай, но с другой стороны, это же наши граждане. Вот если разобраться по сути, кто такой милиционер, кто такой оперативник? Вот человек каждый день, по факту, да, рискует своей жизнью, рискует за мизерную плату, социально незащищенный и так далее и тому подобное. А смогли ли мы, как государство, как общество, обеспечить сотрудников внутренних дел всем необходимым? Прежде всего, социально, материально, технически и так далее и тому подобное. Защищен ли сотрудник внутренних дел? Нет, не защищен. Ну и требовать тогда, как бы, многого, ну, мы все должны быть реалистами, все должны понимать. Пока мы не создали, вот, хотя бы, вот приемлемых условий для работы сотрудников, и требовать от них чего-то сверхъестественного, ну, очень сложно. Я бы так сказал, вот, на мой взгляд, что бы отметил, что бы вот в ближайшее время буквально могло бы ощутимо поднять уровень работы сотрудников МВД. Это, прежде всего, значит, я вижу в улучшении и в расширении, значит, работы с ИКЦ. Объясню, что я имею в виду. Это вот те необходимые экспертизы, которые проводятся в Российской Федерации. Они занимают определенное время. Там нужно, как бы, и денег платить надо и так далее. Время зачастую в расследовании тех или иных уголовных дел является таким серьезным фактором, когда быстро по горячим следам необходимо раскрыть. Но когда задержка за той или иной экспертизой, конечно же, это плохо. Вот молекулярно-генетическая экспертиза, например, она должна проводиться в Абхазии, здесь быстро, оперативно. Кинологическая служба, это тоже очень важный момент. То есть есть ряд моментов, которые способствуют улучшению работы МВД. Но по большому счету, если рассуждать, конечно же, вот те объемы необходимые, те средства, которые необходимы, надо, как бы, понимать объем этих средств, с одной стороны. Ну, с другой стороны, должен быть строгий спрос с каждого сотрудника. Я считаю, что в определенное время, при приеме на работе или во время работы, необходимо, чтобы сотрудников в милиции проверяли на специальных средствах, на том же детекторе и так далее и тому подобное. Вот тогда общество имеет право по полной программе спрашивать с сотрудниками этих дел. По правоохранительной системе ваша позиция понятна. Хочу вернуться к галскому вопросу, который вы сами затронули. Решение галского вопроса, главное, вопрос паспортизации был, этот вопрос был основным пунктом в программе Рауля Хаджимба. Как вы считаете, вот в этом вопросе точка поставлена на сегодняшний день? В этом вопросе точка и запятая. То есть, до идеала систему отработать нигде не удавалось. Но, по большому счету, вопрос, я считаю, опасность для Абхазии закрыта. В чем я вижу, видел, точнее, опасность, которая происходила на тот момент? Открытые границы практически, несколько переходов, чистое гуляй-поле, значит, это анклав некий, который вообще никак, никаким образом не подчинялся или не входил в лоноабхазской государственности. Бандитизм, разбой, грабежи, насилие, это все присутствовало. Грузинские спецслужбы, вообще для них это был рай, там, проходной двор для них был. Мы находимся в состоянии войны с республикой Грузия. У нас нет мирного договора, и мы каждый день убеждаемся на своих гражданах, вот в кавычках, доброе отношение к государству Грузии, к нашим людям. И вот то, что было сделано, то, что были убраны переходы. Вот правоту нашу, я мерю, значит, реакции западных государств, западных держав. Вы помните, какой шум поднялся? Вы помните, какой вой поднялся по поводу того, что мы закрыли незаконные переходы? Ну да, действительно, болезненный процесс, но паспортизация возвращает вопрос. В то же время, я вернусь к паспортизации, но и в то же время сделали широкую, хорошую, асфальтированную дорогу, облегчили людям подъездные, запустили автобусы и так далее и тому подобное. Это все способствовало тому, что люди более комфортно, а самое главное, защищенно начали чувствовать себя в рамках Галского района. Что касается паспортизации, опять же, по нашему законодательству, я прошу всех слушающих и не слушающих, может, понять. Слушайте, по нашему законодательству двойное гражданство возможно только с Российской Федерацией. Другого быть не дано. Если человек, живущий в Галском районе, нашел для себя возможным взять грузинский паспорт, это его личный выбор. Мы его не можем ни заставить, ничего другого с ним сделать. Мы что можем? Мы можем предоставить лучшие условия, лучшую среду для того, чтобы... Он захотел сам. Да, он захотел сам. Вот как раз к вопросу интеграции мы плавно перешли, но процент населения, которые сейчас там живут без абхазского гражданства и без вида на жительство, там есть до сих пор. И эти люди лишены всех социальных благ, которыми пользуются остальные граждане. Тоже в какой-то степени такая непростая ситуация до сих пор сохраняется в Галском районе. Безусловно, безусловно. Но самое главное, я еще раз повторяю, самое главное процесс-то идет. Вот смотрите, значит, съезд один был, второй был самурзаканских абхазов. Это возвращение исконных фамилий. Это очень важный процесс. 11 школ Галского района проходили программы обучения не по нашим, не по нашим министерствам образования. Вы представляете себе, кого мы воспитывали на нашей территории? Каких граждан мы воспитывали? Ребенок приходит в школу и там написано, что вообще государства абхазского не существует, есть единая Грузия. Ну и что он вот с самого детства, что он мог понять и воспринять? Ну это очень важно. Еще один момент в идеологическом плане. Гал-ТВ, пожалуйста, сегодня идет передача на гальском телевидении. Есть своя студия и так далее, значит, газета, которая выпускается. И вообще из района, еще раз говорю, бандитского Гал превратился в самый динамично развивающийся и спокойный район Республики Абхазия. Да, в плане безопасности, да, действительно ситуация изменилась. Большое спасибо надо сказать и российским пограничникам, и нашим силовикам, которые смогли создать вот такую обстановку, вот такую ситуацию. И вот этот, как бы вот проект пилотный, как хотите назовите, вот когда можно, оказывается, сделать так, как полагается. Вот это интересный опыт. И вот продолжая тему, тех граждан, которые не имеют сегодня никаких документов. Получается прав никаких. Да, процесс идет, они будут получать эти документы в любом случае. Более того, я скажу, что нужно приходить к тому, что даже по виду нажительства граждане Галского района могли бы избирать себе местные органы власти, местных депутатов, там, сельских советов. У вас есть такие планы? Да, конечно. Законодательным уровнем изменения внести. Да, и вот это вот и является одним из элементов, скажем, привлекательности, вовлечения в государственные вот эти все процессы. Мне бы не хотелось только на этом вопросе заострять внимание. Представители вашей партии, форума народного единства Абхазии, неоднократно выступая на своих встречах, съездах, говорили о том, что Абхазия должна научиться жить за счет собственных средств. Как вы думаете, удалось вот эту ситуацию изменить? Да. И где вообще эти финансовые возможности искать в стране? А я вам расскажу и напомню всем, кто, может быть, немножко подзабыл. Значит, до прихода к власти нынешнего президента, значит, давайте вспомним доходы Ритинского национального парка. 35-40 миллионов, сегодня 150-200. Ну, как говорится, результат налицо. А как, за счет чего? Откуда эти деньги? За счет того, что менеджмент, за счет того, что внутренние кадры, за счет того, что поставлена была работа так, вот результат. Вот результат. Точно так же можно сказать и о курорте Пицунда. Имея огромные долги, убыточное было хозяйство, на сегодняшний день мы можем все с гордостью сказать, что курорт Пицунда, значит, во многом, во многом пополняет бюджет. Да и люди, отдыхающие, которые приезжают, они очень довольны. Там масса отдыхающих, это очень приятно. И вокруг курорта, вокруг этого вот оазиса, скажем так, появились торговые точки и так далее, и так далее. То есть люди могут и имеют возможности со всей Абхазии там на летний сезон найти себе какой-то заработок. Это прекрасно. Дальше могу сказать. Дальше еще вот о планах. Компания Абхаз ТОП, например, 10 лет торгуя бензином задолжала 75 миллионов рублей. Сегодня это закрыты эти долги, сегодня компания, прибыльная компания. Я еще мог бы перечислять кучу, но не хочу занимать много эфирного времени. Но все-таки финансовая помощь поступает все еще от России. Финансовая помощь поступает от Российской Федерации, безусловно, не в тех объемах, которые есть. Как говорил ранее, это сказывается и в самой России сложная ситуация. И да, без финансовой помощи сегодня нам очень сложно было бы выживать. И главное, что это финансовая помощь. Эффект от финансовой помощи каждый гражданин мог бы реально ощутить на своем холодильнике. Да, на своем личном примере. Конечно, все, что мы говорим, сейчас люди мерят на себя. Дальше, вот развивая эту тему о том, что Абхазия должна научиться жить за счет своих средств. Еще какие планы? Где эти резервы искать? Еще один такой момент. В результате, вот то, о чем я говорил, бюджет с 2,9 миллиардов до 5 миллиардов. Бюджет, собственный бюджет вырос. И это серьезный показатель. Но сегодня задачи должны быть поставлены 10 миллиардов. Это вот задача такая. То есть в стране еще много есть резервов, которые нам необходимо скрывать. Скрывать, скажем так. Это реально за 5 лет? Это реально. Давайте так, давайте так. Давайте вот есть такая, есть любопытная такая штуковина. Значит, сколько же денег отправляют по банковским переводам рабочие в Среднюю Азию? Это только по банкам, это только вот официально. Да, кстати, я эту информацию сама запрашивала в одном из банков и думала, что я ослышалась. Какой-то ноль лишний приписала к цифрам. Это очень интересное на сегодняшний день. Более миллиарда рублей это сейчас. А в тучные годы до 3-4 миллиардов рублей отправляли эти граждане. Надо понимать, что они не улицу подметая зарабатывают эти деньги. Если проехаться по Абхазии, допустим, от Псоу до Ингура, просто вдоль дороги. Мы видим новые открывающие магазины, бизнесы, очень много номерного фонда, много стало и так далее и тому подобное. Но это же кто-то строит. Я как-то в одном из своих выступлений говорил о том, что вот многие говорят, вот у нас в Абхазии безработица, работать негде и так далее и тому подобное. Но извините, если гастробайтеры трудятся сегодня строителями, электриками, кафельщиками, уже дело доходит до того, что они уже продавцы в магазинах и так далее и тому подобное. И если гастробайтеру услугу они практически захватили. Да, да, захватили. То я, честно говоря, не понимаю, а в чем стыд работать сегодня кафельщиком, электриком. Ну а как людей заставить работать в этой сфере? Знаете, людей сложно что-то делать, что-то заставить, но людям надо говорить вещи. Слушайте, каждый хочет, чтобы его ребенок получил там высшее образование и так далее, и так далее. А вот вопрос возникает, а зачем? Для чего это? Для того, чтобы он где-то что-то сидел и руководил? Нет, а кто же будет работать? Просто работать у нас. И многие специальности сегодня в большом дефиците. Аслан Чечурбеевич, еще несколько интересных вопросов я подготовила к нашей беседе. Мне бы хотелось двигаться дальше. Мы все пристально наблюдали за ситуацией в сберегательном банке. Несколько лет назад там начались процессы по оздоровлению банковской системы. И также был наведен определенный порядок. Но до сих пор, по сей день, около 700 миллионов невозвратных кредитов все еще висят на населении. Были распространены эти списки, незаконно были розданы деньги. Но где люди, которые понесли наказание за вот эту деятельность? Я вас чуть поправлю. Не то, что незаконно. Нет, они были розданы, эти деньги, кредитами. Но если нет заложенного имущества, это незаконно. Разным гражданам. Ну, решение принимает сам банк, скажем так. Да, я с вами согласен. Но вы представьте на минутку, не дай бог, рухнул бы Сбербанк. Это действительно положительный шаг. Это повлекло за собой серьезный коллапс. И мы получили бы очень серьезный кризис. Слава богу, что со скрипом, очень, так сказать, тяжело и так далее, и тому подобное, удалось вытащить банк из тяжелейшей ситуации. Были изысканы средства. Опять же, эти же средства изысканы были из бюджета и так далее, и так далее, и тому подобное. Это же с неба не упали эти деньги. А то, что касается, значит, возвратных, невозвратных, то, что касается публикации списков. Да, на кого-то это повлияло, и порядка 400, если я не ошибаюсь, с копейками миллионов было возвращено денег. Но вы правильно заметили, 700 пока еще... Я имею в виду ответственные, главные ответственные лица за эту ситуацию. Главные ответственные, идет следствие. Следственные органы вплотную занимаются этим вопросом. Я думаю, под контролем общественности, в том числе и журналистского сообщества, наши следственные органы доведут это дело до логического конца. А уголовное дело возбуждено в отношении только председателя? Ну, председатель, я сейчас нюансов мне сложно сказать, я не открывал это уголовное дело, поэтому я что знаю, то и говорю, да, на председателя возбуждено. К более приятной теме хочу перейти. Фонда Схара, вот с недавних пор вы возглавляете этот фонд. И хочу напомнить и нашим телезрителям, что этот фонд был создан для решения демографических проблем в стране. И многодетные семьи за рождение третьего и последующего ребенка получают 100 тысяч от этого фонда. Но получают помощь только этнические абхазы. Тогда, когда фонд был создан, конечно, это было положительно воспринято, но и были недовольны тоже. В том числе и вот национальные меньшинства, которые являясь гражданами государства, не могут получить помощь от этого фонда. Вы, являясь, вот в случае победы вашей команды, являясь вторым лицом в государстве, можно ли рассчитывать на то, что со временем этот фонд станет государственным и помощь будет оказана и другим категориям? Безусловно, фонд этот был создан, скажем так, не от хорошей жизни. На самом деле, ну я с вами чуточку не согласен, не то, что сейчас другие национальности восприняли это в штыки. Отдельные представители, скажем, были несколько возмущены в моменте, вот почему только абхазы. Должны получать деньги. Ну, я отвечаю на этот вопрос очень-очень коротко. Вы посмотрите, сколько, какое число абхазов погибло в войне, и вы все поймете. Это один момент. Второй момент, отвечая на ваш вопрос, конечно, если бюджетные средства будут позволять, надо увеличивать пособие матерям на рождение ребенка. Надо это все, конечно, помогать всем. Чем больше, мы должны понимать, чем больше людей будет проживать в государстве, в республике Абхазии, тем мощнее будет экономика. Людской ресурс это огромное значение имеет. Поэтому мы рассчитываем на поддержку этого фонда, на понимание всех, и Бог даст. Значит, действительно, многие переживали по поводу того, что фонд появится и прекратит свое существование. Но мы видим, что как бы судьба у фонда еще дальше работает. Я должен сказать слова благодарности, пользуясь вот сегодняшним эфиром, как бы отцу-основателю Леониду Чамагу, депутату парламента, президенту страны. Эти люди серьезно поддержали вот эту задумку, вот эту идею. У нас мало эфирного времени остается, но очень важный, на мой взгляд, вопрос. Хочется обсудить коротко, если возможно, о взаимоотношении власти и оппозиции. Существование оппозиции это нормальный элемент демократического общества. Но когда речь идет о конструктивном диалоге, вот последние годы мы наблюдаем такую конфронтацию между властью и оппозицией. Вообще, вы как оцениваете диалог власти и оппозиции, и что ваша команда готова предпринять для того, чтобы не довести до критической ситуации? Потому что были моменты, когда мы оказывались у опасной черты. Да. Надо отметить, что с первым месяцем прихода команды Рауля Джунковича президентам была предложена площадка, дискуссионная площадка, на которой все представители партии движений могли бы обсуждать злободневные вопросы. Но, к сожалению, этой площадкой не все не воспользовались, не захотели и так далее и тому подобное. Я склоняюсь к тому, что любой ответственный политик в Абхазии должен, что ли, изменить формат общения на сегодняшний день. За эти пять лет, каждые полгода были митинги, референдумы о недоверии президенту и так далее. Вы знаете, это не добавляет нам... Александр Сергеевич, режиссер подсказывает, у нас не остается время для продолжения диалога. Очень жаль, конечно, но еще несколько минут остается на Блице на ваше обращение к избирателям. Перехожу к Блицу. Власть или деньги? Интересный вопрос. Власть или деньги? Все-таки надо выбрать что-то. Наверное, ответственная власть должна быть. Но деньги, они... Во главу угла только деньги ставить. Ничего хорошего никогда не приводили. Спасибо. Дальше. Мрот и прожиточный минимум. Это одинаковые понятия? Ну да. Не совсем точно, но дальше переходим. Произведение, которое вам хочется перечитывать. Ой, произведение это Миха Лакарба, Зощенко. Вот, значит, есть масса произведений, конечно, которые хочется перечитывать. Последнее вот то, что на меня произвело очень сильное впечатление, это вот Семра произведение. Смогли бы вы помочь родственнику уйти от закона? Нет. Часто у известных политиков главными советниками являются их жены. Ваша супруга помогала ли вам в ответе на какие-то политические вопросы выбрать какой-то путь? Я скажу так, что моя супруга зачастую была не сторонником того, что я вообще в большой политике. Она предпочитает тихий, спокойный образ жизни для семьи. Я извиняюсь, у нас не остается время на ваше обращение. Спасибо вам огромное. Огромное. И Табуб Дарадзе. 2-3 секунды. И Табуб Дарадзе. Бзера Зигевшза Аллах. Танчен Харахава. Табуб Дудзена. Уважаемые телезрители, напоминаю вам, что у нас в гостях был кандидат в вице-президенты Аслан Барциц, идущий в паре с кандидатом в президенты Раулем Хаджинба. Смотрите прямые эфиры на нашем канале каждый день в 21.00. На этом я прощаюсь с вами. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok